Бадай самый унушальный досягнутый показчик у гэтым годзе экспорт товаров при плане у 101%. Темп росту 155. В абсолютных лишбах гэта больше як 65 миллионов долларов. Яшэдна подстава для гонору протягнение замежных инвестиций. У троя больше, чем плановалася. Пытание, якое хвалю у сих, заработная плата. У середнем по городзе она перевысила 700 рублёв. Але при этом достатково значна адрозневается по голенах. Калю промысловости 720 у подавнейшем комплексе только каля 650, что тлумажется снижением объёмов работ як замежем в Беларуси, так и непосредно у Гомели. Именно эта сфера нам значительно плюсует и по количеству убыточных предприятий, и по сумме убытков. Если в целом по городу сумма убытков сократилась примерно в 20 раз, то именно по сфере строительства мы немножко плюсуем. Это порядка 30% к уровню первых месяцев прошлого года. В настоящее время испытывается дефицит именно строительных объектов. Поэтому, несмотря на и мощности, и специалистов в области строительства, в настоящее время не удается обеспечить выход на уровень хотя бы прошлого года. У Гомельским гарвыконками перокананы, навод не глядяши на достатково высокие показчики, выники могут быть яше больше значными. На широкую предприемству яснуючие могутности выкористовываются не в полном объёме. На инших, при высокой якости продукции, не отрымливается организовать ее поставки на экспорт. Яше односфера повышенной уваги про соулаткованне. Зараз узровень беспросовья у Гомеля складая 1%. С початку года каля 500 беспросовных накеравано на перенавучанне. На постоянную работу у Латкована амальтры тысячи гомельчан. Яше 2200 занятые часова. Сейчас люди работают конкретно в больнице, например, в госпитале, в Костюковке больницы, в центре социального обслуживания населения Советского района. В ближайшее время, сразу после Дня Победы, будут работать в нескольких, в четырёх школах. То есть они конкретно будут связаны с покраской заборов, ремонтом скамеи, курн и так далее. То есть занятые, мы уверены, что полностью будут обеспечены и продолжается помощь колхозам.